Здравствуйте, Маша. Мы сейчас пытаемся взять интервью у одного из наших кандидатов в президенты, атамана группы нашей вчерашней. Вчера, напомню, у нас был конкурс команд, где победили, после которой поделялись кандидаты в президенты, президенты нашего острова, так скажем. Вожаки. Вожаки, да, вожак в стае. Напомните, пожалуйста, в чем заключалась вся идея выбора президента вожака, атамана, острова? Идея заключалась в том, что все племя было поделено на четыре команды. Таким образом, образовалось четыре небольших племени, около шести человек в каждом. И среди каждого племени должен был остаться один представитель, который бы боролся за роль вожака всего племени. И суть была в том, чтобы посмотреть, как люди играют, каким образом они идут к власти, как люди выбирают, кого они выбирают, что они делают для того, чтобы их выбрали. И можно было как-то себя проявить или не проявить, понаблюдать, почувствовать, как ты себя ощущаешь в роли вожака или в роли помощника, или тебе некомфортно быть вожаком. Насколько я знаю, что ваша команда решила выдвинуть вас как главного претендента на роль? Да, это сразу решили. Ну, так буквально стало ясно, что будем делать. Сразу договорились, чтобы не ссориться. Сразу это было все. В вашей команде были мальчики и девочки. Как вы думаете, почему мальчики уступили роль вам и выдвинули вас? В общем-то, ну, как бы, естественно, желание мужчин обычно быть руководящим, роль занимать. Как вы думаете, почему мужчины все-таки выдвинули вас, вместо того, чтобы самим продвинуться? У нас было три мужчины, да, и три девушки. Вот, девушки изначально не хотели особо быть вожаками, то есть им было комфортно на таких ролях помощника. И мужчины, ну, я не могу сказать, что это, может, благодаря какому-то моему женскому, не знаю... Обаянию, обаянию, да, вполне возможно. Вот, что как-то мужчины согласились... Ну, думал, потому что было комфортно со мной. Было комфортно и решили так, что всем будет лучше-лучше, что для всех будет приемлемо, если вожакам добиваются. Смотрите, вот мужчины же... Вот давайте попробуем сейчас, я хочу, чтобы вы подумали с точки зрения... Сколько вот эта игра, она же переносит насосом в нашу жизнь за пределами острова. Правильно же, да? Как вы думаете, почему так происходит, что вот мужчина, как бы по природе, который своей должен быть лидером, он передает лидерские права женщине, даже красивой женщине, в общем-то? Но как вы думаете, что движет этим мужчинами? Может быть, они слабаки по природе просто? Или может что-то другое? Или может быть то и другое? Потому что если мы смотрим сегодня по аналогии нашей реальной жизни, мы много видим, что лидерами всеми являются женщины. Не является ли это отражение, да, вот этой ситуации, которая как бы отразеркалит нашу реальную жизнь, что вот мужчины такие слабаки оказались и отдали, в общем-то, женщине. Вместо того, чтобы взять тяжелую... Чтобы быть управленцем, это же тяжелая роль, правильно? Да. Тем более, когда на острове 25 человек, в общем-то, и не все ты знаешь, и не все с тобой друзья, и нужно проявлять разные качества, не только улыбаться. Тут надо быть жестким. Но тогда я уже как-то стал мужчиной. Это мы к этому дойдем. А вот сейчас мы просто по процессу сейчас хотим, да, по процессу. Я хочу проследить ваше отмышление. Кстати, было очень интересно. Как вы думаете, почему мужчины так себя ведут? Я думаю, что конкретно нашим трем мужчинам было, может быть, некомфортно в тот момент брать на себя роль вожака, и не было у них такого сильного желания. Если бы это, может быть, были какие-то другие мужчины, которым нужно было себя выразить, доказать что-то, что я могу. Если бы у них было важно, то мужчины поборолись. А так я думаю, что они просто спокойно, может быть, кто-то был не уверен в том, что он сможет. А может быть, кто-то просто спокойно не хотел на себя, знал, что может, но был уверен в себе. Понимая, что это игра, как бы дай девочке, дам поиграться. Да, это хорошая мысль. А не видите ли здесь перенос параллель, опять же, что в жизни так же бывает, когда мужчина сначала, ну, скажем, девушка, естественно, должна быть предусположена каким-то лидерским качеством. И мужчина, как бы изначально, сходя из того, что он уважает эту девушку, и хочет сделать ей приятное, то есть думает, видит, что это как бы ее каприс, всегда хочу тут порулить. Ну и мужчина, с точки зрения того, чтобы сделать ей приятное, он как бы дает ей возможность эту каприз, эту, вот эту речь. Ну, как редко бывает, мне кажется, что он прямо за капризом. Мне кажется, в основном, это какой-то баланс сил. Мне кажется, чаще бывает, что один берет больше для себя, а второй позволяет взять ответственность или какие-то обязательства. Как Вы думаете, насколько, скажем, природно, насколько, естественно, вот девушке брать лидерскую позицию, как вот в примере, в этом быть атаманом всего, всех островитян, 25 человек, где в команду, в которой ходят мужчины и женщины? Настасья, атаманы, я думаю, что это очень природно, потому что могут отличаться стили управления, стиль управления женщины и мужчины будет разным. Вот, но и то, и то имеет право и лидеры, и в истории мы знаем чудесных, и женщин, и мужчин. Просто это другой процесс. Другой стиль? Да. Другой стиль, да. Стиль управления, да? Как Вы думаете, чем отличается стиль от женской? Да, интересно, Вы сказали, да, это действительно. Можете сказать, во вследствие этой, поскольку у женщины стиль управления отличается от мужского стиля, а, кстати, с Вашей точки зрения, в чем отличие мужского и женского стиля управления основное? Это сложный вопрос. С Вашей точки зрения, как Вы чувствуете? Я думаю, что, может быть, женщина рассматривает и племя в нашем случае с чувственной точки зрения, то есть она чувствует людей и принимает решения, исходя из чувств. и воздействует на людей тоже из позиции и чувств. А мужчина больше воздействует с точки зрения авторитета, какой-то силы, понятия, кто насколько силен, как авторитет, он может давить своим авторитетом, давить не давить или как-то просто... Вот если бы он в галстуке в рубашке... Вы про мужчину сейчас говорите, да? Да. Про авторитет мужчину? Да. То есть директивно это... Женщина больше логично, то есть женщина больше чувственна, а мужчина больше от головы. Да, да, так она есть. Как Вы думаете, какой был бы самый оптимальный баланс, вот баланс организации управления процессом, вот в такой ситуации, как вот на острове, где собралась куча незнакомых людей, и где нужно навести порядок? Если бы это была такая жизнь реальная, долгосрочная, скажем, люди попали на такой остров, им нужно навести порядок, чтобы был порядок, организовано все, чтобы жизнь жила и не нарушалась. Ну, это нужно рассматривать... Это очень широкий вопрос, как нужно организовать... Нет, с точки зрения управления, с точки зрения управления, как Вы думаете, как бы было самое оптимальное? Какие там люди были бы? Ну, такие, как у нас сегодня, скажем, разные, разношерстные... То есть Вы хотите спроецировать, то есть, чтобы я так больше сказала о нас, если бы мы так жили, как бы нам лучше было бы... В точке зрения управления, да, как Вы думаете, а как бы, какое бы лучше было бы управление, и кто бы должен был лучше идти в управление? Мужчина, женщина? Ну, традиционно, обычно это мужчина. Потому что женщина обычно стоит на второй позиции. и больше ему подсказывает, с точки зрения чувственной, как ему с позиции силы проявить себя. Конкретно в нашем племени немножечко... все так, но, можно сказать, что главным вожаком в нашем племени, гласным или негласным, есть Стаса. А ее парень, Богдан, он с мужской точки зрения помогает ей выполнить те функции, которые она не может или там не хочет на себя брать. Распределение обязанностей между ними... То есть можно мы сказать, что оптимальное управление было бы группой людей, это когда мужская и женская энергия, при этом мужчина впереди, а женщина за... Мужчина логика, а женщина смягчает эту жесткость, логику своей чувственностью, как я сказал, чтобы вы понимаете, через чувственность. Да? Логично? Замечательно. Отлично. И теперь к самому процессу. Значит, когда ваша группа предложила вас в качестве кандидата на президенты, назовем президенты острова, да? Ну, что, то же самое, по идее. То есть вы согласились? И, скажите, какие ваши были ощущения, когда вот вы вышли, уже финальная была, финальный выбор, когда оказалось три мужчины? Три, да? Или четыре, да? Три мужчины, да. Раз, два, три. Три мужчины? Да, всего четыре, три мужчины. Три мужчины, и вы среди них одна. Как вы себя чувствовали? Скажите, вот, когда вы достигли уже это, вышли, и вас, вы смотрите, перед вами три мужика в конкуренции с вами, и вы одна девушка, какие были у вас ощущения? Смешанные. Скажите, с вашей, очень интересно, ваши смешанные ощущения. Смешанные. Ну, я была благодарна своей команде и себе за то, что, ну, я дошла до этого выборочного этапа, вот, и понимаю, что, когда говорила свою предвыборную речь, понимала, что это ответственность, и как только, когда я произносила слова, там, о том, что я там что-то обещаю, о том, что я там организовываю, что я там буду, я сразу почувствовала, что эти слова будут пустые, и как ответственность ложится на мои плечи таким вот хорошим грузом. Это тогда, когда вы сказали, что вы берете на себя обязательства, как президент, да, острова? Да, да, да. Я это почувствовала. Прямо вот, когда сказали, да? Да, когда сказала, то я почувствовала. Вижу перед собой избирателей, толпу, да, которая говорит так. Да, ну, то есть мысленно я когда продумала, я подумала, что я скажу от сердца, и чтобы я хотела, чтобы говорил мой, например, кондитат, и чтобы он взял такие обязательства на себя, вот. И когда я сказала, что я беру у себя ответственность, я подумала о том, что, может быть, лучше и не надо. Вот, что мы не знали, что ожидает впереди президента, вожака, что ему нужно будет делать, и, ну, не знала, насколько тяжело ему будет, или будет не тяжело, или это просто будет какой-то один конкурс, и... И когда вы почувствовали вот эту тяжесть, которая упала на ваши плечи? Да, я подумала о том, что в тот момент мне стало, как бы, мне было, в принципе, все равно, выберут меня или нет. То есть если бы меня выбрали, я бы радовала, что меня выбрали, да, отлично. С другой стороны, я знаю, что другие племена бы расстроились, и это, ну, так как огорчают свои, не расстраиваются другие племена, переносятся на тебя, и ты это должен вынести, как это вынес Паша. Вот, что другие, все-таки мне немножко злились, что он выиграл. Я поняла, что мне это тоже немножко придется пережить, и... Что мы можем не возвращаться на ту полярку, что если меня не выберут, будет хорошо, если будет кто-то другой выберут, будет хорошо, ну, будет ответственность. Я с ним уже был, в принципе. А вот это вот сомнение, которое вас... Я так правильно понимаю, что когда вот вы увидели лицом к лицу избирателей, народ, и то обязательство, которое вы произнесли, взяв на себя, и потом вы осознали, что, в общем-то, это все на мои плечи, бедные, маленькие, худенькие, женские, в этот момент вы почувствовали, что, в общем-то, ноша не такая-то уж легкая. Да. И что возникло в этот момент у вас? Какие ощущения? Когда вот вы почувствуете, что вот эту ношу теперь надо мне взвалить на свои плечи женские? Ощущение? Угу, ощущение, что... Тесносит тяжелая голова. Тесносит тяжелая голова, и ты понимаешь, что ты теперь думаешь не только для себя, даже не только за команду, а за большое племя, и это намного больше ответственности, да, и это намного больше просто мысли. Тебе нужно продумать, как каждый из них будет себя чувствовать, и что там. Ну, то есть это уже сложный процесс. Как вы думаете, если бы вот вас избрали президентом острова, насколько ваша жизнь улучшилась, ухудшилась, изменилась, вот, учитывая всю эту ответственность, и смотря на себя, как, во-первых, личность, да, девушка, жена, там, мать, то есть все те функции, которые женщина несет, как бы она изменилась, и в какую сторону? Когда вы бы стали президентом, отвечая за всю эту толпу? Моя жизнь? Он нам потом продаст видео. Ну, мы, я точно этого сказать не могу, так как это не случилось, вот, будущее я не могу подсказывать. Но я думаю, что я бы просто больше поняла свои лидерские качества, поняла бы, как это, когда ты во главе общества, вот, что при этом, какие процессы происходят внутри, и с чем сталкиваются люди, которые ходят в лидер, да, и они руководят в цель. Я бы думала, что просто больше прочувствовала, и поняла бы, хочу ли я в жизни так, или не хочу. То есть вот эта вот игра помогла бы вам смоделировать вашу будущую ситуацию? Ну, она, в принципе, так и сделала, вот, что я поняла, что, в принципе, лидером стать не так-то и тяжело, на самом деле. Для красивой девушки, да, и умной? Ну, вообще, да, и даже некрасивой. Ну, легко ли стать лидером? Ну, не так сложно, то есть это не самый сложный этап. Чем то, что выполнять уже, да? Да, да. Дальше, если не суметь организовать правильно людей, которые тебе поможут, то ты можешь быть очень тяжело. И вот когда вы осознали, что, в общем-то, по сравнению с тем, как выполнять эти функции, и к какому заключению вы тогда пришли, осознав то, что самое-то сложное здесь нести обязанности уже лидера, после того, когда гонка закончилась. Ну, вот это я и поняла, то есть вот это вот мой вывод, конечно. Дальше еще ничего не придумала из этого. И когда вот вы пришли к этому выводу тогда, когда уже вы стояли на выборной площадке, и у вас появилось, сколько я помню, вы сказали, ощущение такое, что лучше бы меня не выбрали? Да, была такая мысль, что, может быть, лучше и не надо. То есть вы уже были рады, чтобы выбрали кого-то другого, да? Я искренне рада за Пашу. То есть вы рады были за то, что вас не выбрали? Как бы такое ощущение релейв, что сняло с плеч ваших вот эта вот ожидаемая нагрузка, которая идет с этим постом. То, что да, то, что если она подумала, что будет очень тяжело, если подумала, что это будет какие-то испытания особые, и тогда не меняю, я стал очень... Когда вас не выбрали, да? Облегчение того, что все-таки груз ответственности... Да, я уже тысячу раз досказала. Просто я хочу, чтобы вы еще раз, еще раз сказали. Осознали, осознать, да. Не, я ответственность взяла бы на себя. И я бы ее несла, и за то, что я знаю, что я ответственно подошла бы к этому вопросу, я знаю, что это было бы тяжело, и все. Здорово. Я бы с ним уже с вами еще раз. Да. И вот... Реально... Можем меня уже покосить? Сейчас еще. Восемь, восемь, восемь. Восемь. Сейчас еще быстренько последний, уже в концовке. Представьте себя, смотрю эту ситуацию, когда вы стали головой, президентом острова. И я уже что-то прозвало, просто с другой стороны. Вы стали президентом, и представьте те все обязанности, которые свалились на ваши плечи. Можете смотреть, как бы вы себя ощущали с точки зрения полноценной женщины, которая чувствительная, которая эмоциональная, которая несет работу домой. Насколько ваша жизнь бы изменилась, и в какую сторону, с вашей точки зрения, в отношении как семейной, как жена, как мать, как... Можете промоделировать, попробуйте представить себя. Вот, представьте, что вы уже этот президент, на которой лежит ответственность за всех островитян, и все те обязанности, функции, которые лежат на вашей ответственности. Я думаю, что главным было бы сделать... Так, хорошо, что еще можно делать? ...сделать так, чтобы я могла распределить обязанности на других купе, и распределить все таким образом, чтобы оставались только управленческие, такие больше роли дирижера, которые направляют и подсказывают, кому что нужно делать, и не знать, что если ты там... ложак, то это все на твоих плечах. Это значит, что ты просто должен работать не распределять человеческие ресурсы. Делегировать обязанности, да? Да. Суперовские. Здорово. И что напоследок бы вы посоветовали девушкам и парням, которые хотят в жизни достичь поставленных целей, чтобы чувствовать себя гармоничным в этой жизни? Если не хотят достичь, я желаю, чтобы не достичь. И что им для этого нужно? Вот отдельно если парням и девушкам. Я что-то для этого. Я то, что не считаю. Еще кашка есть? Что их кинуть? Она такая вкусная. Крит, сяля. Спасибо огромное вам, Маша. С нами была Маша, наш кандидат в президенты. К сожалению, ее не выбрали. Мы очень расстроились, но в то же время облегчение пришло на ее голову, и душу, и сердце, и в чем мы очень рады. Маша, спасибо вам огромное. Спасибо за ваши опыты и за ваше мнение. Все хорошо. До свидания. Намасте. Намасте. Мы очень рады, что женщина может справляться с лидерскими позициями в обществе, занимая высокие посты. И каждый остается со своим мнением, насколько это гармонично для него лично, в том числе его ценности жизненные, и может сделать его счастливым, гармоничным с точки зрения позиции человека, члена общества, мужа, жены, члена семьи. С вами был Ярослав Мудровый Альцов. С вами не обитаемый остров. Город Киев. Всем, кстати, рекомендую, что сидит остров. Тем более, что находится всего лишь в часе от центра, где зарядится позитивная эмоция. Просто покинул город цивилизации на два дня. Ощущение, которое я испытал здесь, за эти два дня, мне показалось, что я уже здесь не деду. То есть голова полностью очистилась, переключилась, и я сейчас новыми силами возвращаюсь в город, вытянем многоэтажки, бетонники, где я чувствую снова насильные, начну решать свою позицию. Рекомендую вам, друзья, почаще общаться с природой, переключать свою деятельность и заряжаться позитивной эмоцией. Ну, а напоследок скажу вам, как всегда, друзья, любите себя, любите своих детских, любите себя, как и любо вернется вам в столице. С вами был Ярослав Мудровый Альцов. Больше информации о том, что мы делаем, можете найти на нашем сайте www.vedadom.com www.vedadom.com Друзья, спасибо. На меня снимали другие видео, они меня комментировали. Конечно, начисли.